Приветствую вас. Сейчас расскажу вам об образованиях и полученных специальностях российских звезд. Ольга Бузова в студенческие годы изучала карты, рельефы земли и природные объекты. Знаменитость училась на географа. Уже во время учебы Оля начала сниматься в проекте «Дом-2». Однако даже загруженный график не помешал певице закончить вуз с красным дипломом. Штудировала учебники перед экзаменами прямо на съемках. Не спала ночами. Зато приезжала подготовленная и сдавала сессии легко. Хабиб отучился на эксперта-криминалиста. После чего исполнитель отправился работать в правоохранительные органы. «Я был сильно вовлечен в процесс обучения. Музыкой я не занимался на тот момент», — рассказывал певец. «Работа в офисе не устроила парня». Поэтому после 10 лет службы в полиции артист принял решение развиваться. Коллеги неоднозначно отнеслись к его решению. Однако после прихода популярности они стали выпрашивать у певца билеты на концерт. Митя Фомин поступил в Новосибирский государственный медицинский университет. Однако мысли о большой сцене оставались с Фоминым. «В глубине души я хотел быть артистом. В 20 лет мне казалось, что уже может быть поздно, но я стал предпринимать шаги, чтобы стать музыкантом», — рассказывал исполнитель. Артист получил диплом врача, но работать по специальности не стал, ведь все его мысли были заняты карьерой музыканта. Сывыл может не только красиво петь, но и грамоте научить. Оказывается, раньше несколько лет работала в школе учителем. По образованию знаменитость — магистр филологических наук и переводчик. «Мой папа настоял когда-то именно на этой специализации, и я ему благодарна. Я очень люблю свою студенческую жизнь. Я была лучшей студенткой университета, получала президентскую награду даже. В общем, я очень любила учиться». С детства Наталья Подольская пыталась построить карьеру певицы. Она постоянно участвовала в музыкальных конкурсах и прокачивала вокальные навыки. Вот только в один момент звезда засомневалась в своих силах. Поэтому после окончания школы Наталья решила изучать право. У меня папа — юрист, и его папа — юрист. И был такой момент, как раз окончание школы, когда я думала, что мне не суждено стать певицей. Я поступила в юридический и окончила его с красным дипломом. Долгое время музыка была для Бахти лишь хобби. После выпуска из школы поступил в Московский университет МВД России на эксперта-криминалиста. «Каждый праздник во время народных гуляний стоят солдаты в оцеплении. Вот 10-15 раз в год мы так и стояли. Я смотрел и думал, однажды я выйду на сцену и передам привет всем курсантам, которые стоят в оцеплении». Университет Бахти окончил с красным дипломом. А через некоторое время и свое студенческое желание исполнил. Ханна с детства мечтала быть на сцене. Отказываться от своих желаний Ханна не планировала. Однако родственники артистки настаивали на том, чтобы она получила образование. Выбор знаменитости пал на экономику. Бабушка с дедушкой мне сказали, нужно получить экономическое или юридическое образование. Я получила диплом, чтобы мои бабули и дедули были спокойны, счастливы и рады, а уже потом начала заниматься своим творчеством, своей карьерой. Родители Мия Бойко долгое время не могли принять увлечение вокалом. Папа хотел, чтобы дочь стала стоматологом, а мама предлагала ей пойти учиться на парикмахера. В итоге выбор артистки пал на факультет бизнеса Реу имени Плеханова. Параллельно с учебой Мия Бойко стала записывать каверы и ходить на кастинги музыкальных шоу. Долгое время девушке не везло. Однако вскоре ее заметил Текила и предложил сотрудничество. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова